Дорогие друзья, это Дмитрий Гассин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино. Говорит, показывает в Ападом. И сегодня речь пойдет о великолепной книге Игоря Леонидовича Волгина. Если вы взглянете на контртитул книги «Ничей современник. Четыре круга Достоевского», то вы увидите, что это часть большого собрания произведений Игоря Волгина, который является не только специалистом по Достоевскому, одним из виднейших, крупнейших на сегодняшний день, и председателем фонда Достоевского, и автором знаменитой книги «Последний год Достоевского». Это еще и замечательный поэт. Поэт сложной, удивительной судьбы. Такое редко встречается на самом деле, когда на долгие годы замолчавшая муза, виной тому может быть биография. Или, например, как в случае Игоря Волгина, это совершенно бесценный дар наставничества. Потому что студия «Луч», литературная студия МГУ и преподавание в литературном институте, с ней пересекающиеся, это три десятка лет. Это выпуск, если так можно говорить в терминах образовательного процесса об этом, нескольких десятков выдающихся поэтов наших дней, наших современников. Это действительно человек, который как мастер, как наставник, позволил войти в мир, в нашу жизнь огромному количеству великолепных стихов и авторов. Так вот, Игорь Волгин написал много работы о Достоевском. И, наверное, в случае Волгина можно говорить о нем не только как о популяризаторе литературоведческого знания, но кто не смотрел знаменитую передачу «Игра в бисер». Я надеюсь, что аудитория телеканала «Культура» и аудитория этой передачи совпадают на очень много процентов, если не на сто. Значит, кто не читал его публикации, посвященных и литературе, и поэзии, и педагогическому мастерству, да, если уж говорить о, скажем так, его занятиях в студии «Уч». Ну, конечно, нельзя научить писать стихи, но можно научить литературному ремеслу, тому, что должно сопровождать любого истинного таланта в жизни, да, без этого очень трудно. Кроме того, это автор многочисленных научных работ, изысканий оригинальных, который сделал много открытий, настоящих открытий в Достоевском ведении. Несмотря на то, что этот автор имеет планетарную известность, мы действительно сейчас говорим об имени, знакомом всему миру, изданном на всех языках планеты, да, за истекшие сто с лишним лет не так уж много открыто тайны загадок, которые до сих пор остаются нераскрытыми в творчестве Достоевского. Пока сам Фёдор Михайлович был жив, пока он находился в плену этого бренного мира, в своих житейских обстоятельствах, своих пороков и своих, значит, недостатков, в различных там финансовых перипетиях, да, он, возможно, и не осознавал, что он раз за разом вот бьёт как снайпер точно в те узлы пересечения, болевые точки человечества, которые останутся актуальными сто лет спустя. Потому что и сейчас для нас возраст человека определяется возрастом, когда он открыл свою первую книгу, начал читать, когда он встретил свою истинную любовь, допустим, и когда он впервые прочёл к братьям Карамазовых. Потому что без этого совершенно невозможно понять для русского человека, кто он такой, что мы собой представляем, и каковы основные вот эти вот асимонии, эти самые противоречия нашей жизни, да. Вот Достоевский, он в глубине каждого из нас. Это как и Оган Себастьян Бах. Как бы мы глубоко не копнули, значит, классическую музыку и современную академическую музыку, всегда под верхними своями откроется Бах с какими-то своими открытиями. Ну, в общем, дальше идёт абзац о полифонии, дальше идёт абзац о философии, русско-религиозной в частности. Я всё это дело пропускаю. Кто любит Достоевского, тот всё это и без меня знает. А Игорь Волгин исследовал удивительные вещи. Вот, допустим, у меня в руках другая его книга. Это монументальный, огромный том, который называется «Хроника рода Достоевских. Родные и близкие». Потому что это действительно потрясающая работа, в которой не только Волгин участвовал, там есть другие авторы. Это действительно очень интересно, как преломляется талант, одарование, и какова судьба родных, близких, тех, кто сыграл важную роль в судьбе писателя, и тех, кто никогда его не видел. Так вот, «Ничьи современник. Четыре круга» Достоевского – это довольно сложносоставная работа. Из четырёх больших заявленных тем я бы выделил две, как самые главные. Первая тема – это тема дневника писателя. Дело в том, что Игорь Волгин достиг того уровня знаний о писателе, понимания скрытых пружин биографии Фёдора Михайловича Достоевского и осведомлённости о всех открытиях и проблемах Достоевского ведения, что он настолько свободно ориентируется в материале, что может позволить себе, рассказывая о любом из произведений писателя, показывать, как высвечивает луч фонаря, огромные чертоги всех остальных, всего остального творчества. Это под силу только некоторым очень значимым, я бы сказал, аналитикам, биографам и учёным. Ну, на самом деле, таким обладал Альфред Эйнштейн, да, не Альберт, Альфред, это тот, который биограф Моцарта, его основополагающий труд о Моцарте, да, Моцарт, жизнь, творчество, биография, это действительно считается такой эталонной работой, да, о музыканте, и без него, без этого труда не было бы всего моцартоведения современного. Вот Волгин достиг именно этого уровня. И рассказывая, первая тема, которую хотел бы выделить, рассказывая о дневнике писателя, он этот уникальный, совершенно исторический и литературный материал преломляет через всё остальное творчество Достоевского. Глава, одна из начальных глав, раздела, посвящённого дневнику писателя, названа строчкой из эпиграммы, из пародии на работу Достоевского и гениальность, и уродство. И действительно, в этом историческом документе смешалось всё, что составляет вот саму суть, нервную, болезненную, удивительную, совершенно правительскую, да, и одновременно какую-то банально мелкую, да, вот, завязанную на финансовые, политические какие-то такие, семейные обстоятельства жизни писателя, да, вот эту сущность его творчества. Потому что дневник писателя – это было прямое высказывание писателя. Моножурнал, как можно выразиться, да, который выходил два года практически без перерывов и вполне себе окупался поначалу. Потом уже начались другие проблемы, которые привели к финансовой несостоятельности журнала. Дневник Достоевского, вот этот дневник писателя, это не интимный дневник, это не то, что вёл Пушкин и потом сжигал, это не то, что за что бы, не знаю, правую руку отдал бы любой литературовед, если бы он смог прочесть какой-нибудь дневник Ивана Грозного. Это совершенно другое. Это публичное высказывание. Это наш живой журнал в конечном итоге. Ведь переписка с читателем для Достоевского значила очень много, и именно этой перепиской очень много занимается Достоевский. А есть ещё очень много великолепной бухгалтерской тетради, которую вела жена Достоевского, да, они тоже никем не анализировались, их впервые вводит научный оборот Волгин. Есть отрывки, которые ранее вообще никогда не публиковались, потому что в советское время дневник писателя по понятным причинам чего там только не находили. И обскурантизм, и антисемитизм, и чё-то-что. Потому что Достоевский, он высказывался по самым разным вопросам актуальным. Там в дневнике писателя всё от философских и политических размышлений до оригинальных художественных произведений, рассказов и очерков, которые вкоплены, как бы инкрустированы в этот жанр. Короче, это уникальная совершенно вещь по своему составу. Никто из писателей XX века таким практически не занимался. Всё это делалось с бесподобной наивностью первопроходца. То есть, когда в XX веке публиковались публичные дневники, в том смысле, что обращённые к публике, обращённые к аудитории, вроде как личные записи о своей жизни, о своём творчестве, о том, что происходит, о текущей обстановке, да, но при этом метящие в более дальние цели, да, заботящиеся о серьёзных каких-то философских проблемах и так далее, это была уже отчасти литературная игра. Достоевский делал всё как будто впервые, как будто всерьёз. Хотя, конечно, генезис жанра очень сложный. Там есть всё от моножурналов и, значит, моносборников XVIII века, эпохи просвещения, от Новикова и так далее, от просветителей, которые действительно под разными псевдонимами, разные ипостаси своего дарования и характера пытались проявить, и как-то создать картину вот того самого литературного процесса, литературного круга, которого ещё не было в России на русском языке. Ну, я отклоняюсь, я сильно, опять же, нарушаю многие тонкие вещи в литературоведении, да, сильно спрямляю ситуацию и так далее. Дневник писателя Достоевского до сих пор является животрепещущим чтением, потому что когда его читаешь, невозможно не возмутиться отдельными высказываниями писателя и невозможно не восхититься другими его высказываниями. Поэтому такой диапазон от гениальности до её родства. Не забудем, что её родство в русской традиции обозначало ещё и святость. Это не просто сумасшедший, это святой, это тот, который, действительно, которому какая-то высшая мудрость дарована взамен отнятого практического банального разума житейского, да. Значит, и вторая тема, которая здесь поднимается, это тема литературного и семейно-родственного окружения Достоевского. Потому что на самом деле для нас, для многих не специалистов, не изучавших филологию литературоведения и историю литературы подробно, многие писатели висят как в невесомости, совершенно безотносительно того, где они жили, когда они жили, с кем они виделись. Так ли уж это важно? Очень часто люди вполне себе умные, придерживаются профанной точки зрения. Да зачем вообще всё это знать? Я вот наслаждаюсь этим, и всё. Хорошо, ребята, конечно. Открываем или Аду, или Одиссею, и начинаем наслаждаться. Много ли вы поняли из прочитанного, не зная ни греческой мифологии, ни обычаев дарийских, ни истории троянских войн? Нет, ничего не поняли фактически. Вот, для этого... Да, дистанция меньше, извините, с античности до XIX века. Но сколько эпох, сколько государственных строев, сколько идеологий сменилось за эти десятилетия, за это столетие с небольшим. Мы действительно сейчас не понимаем Достоевского. И вот погружённость в этот контекст, причём контекст, который человек не выбирает. Достоевский постоянно менял жильё. Он в одном Петербурге только на десяти, что ли, квартирах жил. Это человек, который постоянно скитался. Ну, не было у него ни литературного архива организованного, ни, значит, налаженного семейного быта. Но, подвергаемый вот этим вот постоянным метанием, постоянно по жизни где-то скитаясь, он встречал людей, которые сыграли огромную роль именно в его литературном творчестве. И в том числе такими людьми являлись родственники. Как предки, так и потомки. Как жёны, так и другие близкие люди. И всё это досконально знает Волгин и умеет об этом рассказать. Это бесценное знание. Никакие учебники, никакая советская историография или история литературы этому не уделяла должного внимания. И, конечно, здесь Волгин во многом первопроходится. Мне Игоря Леонидовича страшно интересно читать, потому что он понимает эти характеры людей. Он выводит их вполне себе живыми. И стиль сухой, монографический стиль исследования в данном случае отступает перед писательской, так сказать, рукой. Да, он действительно живописует нам портреты этих персон. Я их вижу, я их чувствую, я их понимаю. И я словно погружаюсь в эпоху во время Достоевского. Но об остальных сложных, тонких вещах в этой книге, изложенных, я, к сожалению, рассказать не смогу и не успею. Вам надо обязательно самим попробовать почитать эти самые четыре круга Достоевского. Потому что он действительно не был ничьим современником. Он действительно находился одновременно и в прошлом, и в будущем. И еще раз говорю, человек, бесконечно погруженный в мелочные дрязги своей жизни. Да, Достоевский, он пример той литературной биографии, которая очень сильно зависит от всяких вот этих вот вещей биографических. Одновременно вдруг обретает и биография, и творчество обретают некую совершенно внеисторическую, такую символическую ценность для всего, что когда-либо происходило на этой планете. То есть это, с одной стороны, это христологическая фигура, безусловно. А с другой стороны, это то, что нам хочется видеть за биографией любого гениального человека. В любом случае, книга Волгина – это отдельная, новая страница в читательской биографии любого образованного русского человека. Без работ Волгина Достоевского видения просто невозможно представить на сегодняшний день. Вот такой вот «Ничей современник». Интересно, актуально, интригующе, с бесконечной деталировкой вещей, которых вы больше нигде и никогда не узнали бы, если бы не открыли страницы Волгина. И, конечно, с безграничной, с ошеломляющей просто любовью к предмету исследования. То, что воспрещено строгому ученому, сухому аналитику, да, то разрешается публицисту и то вменяется в обязанность поэту, да, любить эти великие книги, перечитывать их год за годом. Это те романы, которые нуждаются в перечтении примерно каждые 10 лет нашей жизни. Я имею в виду, в первую очередь, любимых братьев Карамазовых, но и «Преступление и наказание» тоже, и другие вещи, в том числе ранее Достоевского, они достойны этого самого статуса перечитывания. Ну и, конечно, Игорь Леонидович Волгин – это для нас уникальная возможность войти в мир Достоевского, побыть в этом Петербурге Достоевского. Кстати, совершенно не похожим на «Реальный Петербург», списанном отчасти из Диккенсовского Лондона, отчасти из «Мрачной ведуты», которую просто выстраивает, значит, автор, да, вот, потому что Питер совершенно другой, не похож на то, что описывает Достоевский. И, конечно, мы сейчас должны сделать большое интеллектуальное усилие, чтобы приблизиться к этим шедеврам. А вот такая книга – это настоящий верный помощник на этом пути. Спасибо за внимание.